В марте 2010 года в небольшом городе Стоунвилл, штат Луизиана, неожиданно исчезает 13-летний мальчик. Очень скоро все узнают шокирующие подробности его исчезновения, и они навсегда изменят жизнь этого городка. Джастин Блоксом был вторым по старшинству из четверых братьев. Мальчик обожал кататься на скейтборде и играть в футбол. Для него было важно, чтобы окружающие его люди были счастливы. Родители мальчика были в разводе. Он жил с матерью по имени Эми и тремя братьями. Несмотря на развод, отец принимал активное участие в воспитании сыновей. В декабре 2008 года Джастину исполнилось 11 лет. В это время в его школе стала набирать популярность социальная сеть MySpace. Родители Джастина не разрешали ему общаться в социальных сетях, так как оба считали, что ему еще рано регистрироваться на подобных сайтах. В свою очередь, Джастину не хотелось отставать от своих школьных друзей. И несмотря на запрет родителей, он все-таки создал свой аккаунт в MySpace. Один из основных его собеседников в MySpace был его лучший друг и одноклассник Дастин Роузгранд. Мальчики много общались и много времени проводили вместе. Очень скоро отец Джастина обнаружил его аккаунт в MySpace и сразу же сообщил об этом бывшей жене. Эми поговорила с сыном и еще раз рассказала обо всех опасностях, которые таит в себе интернет. И с тех пор Джастин больше никогда не пользовался своим аккаунтом. В марте 2010 года приближалось 13-летие Джастина. Поскольку родители не разрешали ему пользоваться соцсетями, он активно пользовался СМС-перепиской. Он отправлял порядка двух тысяч сообщений в месяц. Как и большинство подростков в этом возрасте, Джастин активно интересовался противоположным полом. И вскоре заявил своему лучшему другу Дастину, что у него появилась девушка. Ее звали Тайлер и она проживала в соседнем городе. В основном Тайлер и Джастин обменивались СМС-сообщениями или болтали по телефону. Они не имели возможности видеть друг друга из-за того, что проживали в разных городах. В конце марта в школе начались весенние каникулы. Дастин Роузгрант, лучший друг Джастина, позвал его в гости с ночевкой. 29 марта в 6 часов вечера Эми отвезла сына домой к его лучшему другу Дастину. Дом семьи Роузгрант был в 7 минутах езды от дома семьи Блокса. Эми сказала Джастину, что завтра утром его заберет старший брат. И они попрощались. Сначала мальчики играли во дворе дома, а затем примерно в 9 вечера зашли домой. Все это время Джастин вел интенсивную СМС-переписку со своей девушкой Тайлер. Он отправлял примерно сотню сообщений в час. В этой переписке Тайлер и Джастин договаривались о встрече и планировали, как проведут время вместе. Где-то около 10 вечера Дастин сказал другу, что очень устал и хочет пойти к себе в комнату, чтобы прилечь. Мальчики отправились в комнату Дастина, где стояла двухъярусная кровать. Дастин лег на верхний ярус, а Джастин расположился на нижнем ярусе. Джастин лежал внизу и писал что-то в телефоне. Перед тем, как погрузиться в сон, Дастин слышал, как Джастин закончил переписку и тоже лег спать. 30 марта 2010 года Дастин проснулся в 9 часов утра. Он свесился с верхнего яруса кровати и не увидел внизу Джастина. При этом его вещи все еще лежали на месте. Мальчик пошел проверить, не спит ли друг на диване в гостиной, но и там его не было. Затем он вышел из дома и осмотрелся, но Джастина нигде не было. В этот момент Дастин запаниковал и позвонил своей матери. Он спросил, что ему делать, так как он не может найти Джастина. Мать мальчика велела ему сходить к другу домой и проверить, не заехали ли за ним с утра пораньше. Примерно в 10 часов утра Дастин стоял на пороге дома семьи Блокса. Тайлер, старший брат Джастина, был удивлен, когда увидел Дастина с вещами его брата. Он спросил, а где сам Джастин? Мальчик ответил, что подумал, что тот уже дома. Тайлер ответил, нет, он не возвращался. А затем добавил, если это ваш розыгрыш, то он не смешной. В это время мать Джастина Эми уже выехала на работу. Тайлер тут же позвонил ей и спросил, заезжала ли она за братом. Она ответила, что нет. Когда всем стало ясно, что Джастина никто не видел, перепуганная Эми тут же позвонила в 911 и сообщила об его исчезновении. Обычно, когда речь идет о пропаже ребенка, полицейские начинают действовать немедленно. Первым предположением было то, что Джастин мог тайно ускользнуть из дома своего друга и теперь боится возвращаться из-за гнева матери. Все это время Эми оставляла сыну голосовые сообщения с просьбой вернуться или перезвонить, так как телефон Джастина был недоступен. В тот момент никто не думал, что с Джастином могло случиться что-то плохое. Наоборот, все гадали, зачем, а главное, куда он мог отправиться посреди ночи. В беседе с детективом, лучший друг пропавшего высказал предположение, что Джастин мог отправиться к своей новой подруге Тайлер, которая жила в 30 километрах от их города. Если это было так, то Джастин мог попасть к ней лишь на автомобиле. Полицейские ухватились за эту зацепку и опросили соседей, не видел ли кто-то из них машину этой ночью. Оказалось, что один из соседей примерно в 2 часа ночи видел в окно машину такси. Благодаря тому, что ночью не было ни дождя, ни облаков, он смог рассмотреть автомобиль такси, курсирующий по кварталам. К сожалению, он не смог разглядеть, кто именно был в машине, но запомнил название фирмы такси, цвет и марку автомобиля. Полицейские выяснили, что Тайлер не встречалась с Джастином. И более того, она понятия не имеет, где он может быть. С того момента, как семья Блоксом заявила об исчезновении Джастина, прошло 3 часа. К этому моменту полицейским удалось выяснить, что пропавший Джастин не виделся со своей подругой Тайлер. Но несмотря на это, они все еще считали, что он сбежал из дома посреди ночи, чтобы с кем-то встретиться. Однако было неясно, с кем именно. В поисках ответа на этот вопрос детективы сделали распечатку телефонных разговоров и последних СМС-сообщений, которые были отправлены с телефона Джастина. По распечаткам было видно, что примерно в половине десятого Джастин отправил последнее сообщение Тайлер, в котором они пожелали друг другу спокойной ночи. Затем, примерно с 11 часов вечера и до 3 часов ночи, Джастин вел активную переписку с неизвестным абонентом. Из текста сообщений стало ясно, что собеседника, а точнее собеседницу, звали Эмбер. Теперь перед полицией стояли две главные задачи – выяснить, кто такая Эмбер, и найти водителя такси, которого свидетель видел накануне ночью. А тем временем на планерке сотрудников полиции ознакомили с описанием автомобиля такси, который был объявлен в розыск. В этот момент сразу два сотрудника полиции рассказали, что видели похожий автомобиль. В 6 утра один из патрульных увидел на обочине машину такси. Выйдя из машины, патрульный увидел в кювете белого мужчину с фонариком и тут же спросил, не нужна ли ему помощь. Мужчина сразу же отказался и заявил, что у него все в порядке. Просто кончился бензин и помощь уже в пути. А сейчас он пытается найти ключи от машины, которые только что выпали у него из рук. Кроме патрульного, странную машину также опознал один из детективов. Он вспомнил, что тем утром по дороге на работу увидел машину такси на обочине шоссе 171. На часах было примерно 8 утра. Внимание детектива привлекло странное поведение водителя. Тот сидел внутри машины, вцепился руками в руль и сильно раскачивался вперед-назад. После планерки полицейские отправились на то место, где утром стояла машина такси. Они хотели проверить, а вдруг она до сих пор там. Когда полицейские подъехали к этому месту, машины уже не было. На обочине, где она стояла, валялось много окурков. Словно кто-то стоял и курил сигареты одну за другой. Сойдя с обочины дороги в лесистую местность рядом, один из полицейских заметил, что трава сильно примята с одной и с другой стороны. Взглянув повнимательней, он увидел следы ног, которые вели вглубь леса. Детектив прошел поглубже в лес. Он увидел неглобокий ручей. Издалека ему показалось, что в воде лежит груда мусора. Но подойдя поближе, он увидел, что это труп, на который накидали отходы. Труп принадлежал пропавшему Джастину Блоксому. Его тело было найдено в лесу неподалеку от дома. Согласно отчету судмедэксперта, смерть Джастина Блоксома наступила в результате удушения. После обнаружения тела, полиция быстро переключилась с поисков пропавшего мальчика на поиски его убийцы. Теперь полиции нужно было сосредоточить усилия на поисках таинственной Эмбер и водителя такси. Полицейские позвонили в компанию такси, которой принадлежала машина, и выяснили личность водителя. Это был 34-летний мужчина по имени Брайан Хор. Проверка его биографии показала, что он был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности. Компания, где он работал, также сообщила дополнительную информацию. Брайан Хор устроился к ним две недели назад, а 30 марта, после того, как он вернул машину в парк, сразу же уволился. Криминалисты приехали в таксомоторный парк компании и провели осмотр машины, на которой работал Брайан Хор. Они искали образцы ДНК и отпечатки пальцев, которые принадлежали Джастину Блоксому. Осмотр провели как внутри, так и снаружи машины. На тот момент криминалисты не нашли отпечатков, совпадающих с отпечатками жертвы. К счастью, поиск Брайана Хорна длился недолго. После того, как он узнал, что его ищет полиция, он добровольно явился в участок в сопровождении своего родного брата Кевина. В ходе допроса полицейский спросил у Хорна, почему вы остановились на шоссе 171 прошлой ночью. Брайан ответил, что у него кончился бензин, а пока он ждал помощи, вышел покурить и в тот момент уронил ключи. Хорн настаивал, что провел все время около машины и в лес возле дороги не заходил и никого не подвозил. Полицейские знали, что в участок Хорна привез его брат Кевин. Они получили разрешение у Кевина осмотреть его машину. В процессе осмотра его автомобиля Кевин указал, какие из находящихся в машине вещей Брайан забрал из своего рабочего автомобиля. Под кучей хлама на одном из сидений была обнаружена сим-карта, которая, как утверждал Кевин, принадлежала его брату Брайану. После находки сим-карты полицейские спросили у Хорна о том, где его телефон. Он ответил, что пару дней назад его жена разбила его об стену, и с тех пор он был без телефона. Но полицейские не поверили в эту версию и, пытаясь найти телефон Брайана Хорна, обыскали его дом. В ходе обыска они также проверили домашний компьютер, который, как выяснилось, принадлежал жене Хорна Аманде. Изучив компьютер, полицейские нашли там папку под названием «Мэнди Баг», а в ней обнаружили фото и видеосъемку для взрослых, большинство из которых были с участием детей. Пока шел обыск, все это время Хорна допрашивали в участке. В какой-то момент нервы Хорна стали сдавать. Он стал говорить, что ничего не знает, и вообще он устал и не в себе, и якобы не помнит, где он был прошлой ночью. А потом и вовсе стал плакать и утверждать, что ничего не делал. В этот момент полицейские просили его рассказать, что именно произошло в ночь с 29 на 30 марта. Но Хорн не мог ничего сказать. Детективы понимали, что он что-то знал и наверняка был причастен к убийству Джастина. Но на тот момент у них не было улик, которые бы связывали его с убийством. Полицейские также не смогли найти таинственную Эмбер, с которой Джастин переписывался той ночью. Следователи попытались воссоздать последние часы Джастина Блоксома с помощью его смс-сообщений. В 23.00 он получил первое смс с незнакомого номера, с текстом «Как дела?». Джастин в ответ спросил, кто ты и откуда у тебя мой номер. И несмотря на то, что номер ему был незнаком, Джастин охотно отвечал на все смс-сообщения. Незнакомка представилась Эмбер и написала, что ей 15 лет. Их переписка начиналась вполне невинно. Однако довольно скоро Эмбер принялась слать весьма откровенные сообщения. Сначала она писала о том, какой он симпатичный, а затем стала предлагать ему близость. Потом начала посылать Джастину картинки, которые носили интимный подтекст. В какой-то момент Джастину даже пришлось напомнить своей собеседнице о том, что ему всего 12. Все сообщения были направлены на то, чтобы побудить Джастина встретиться с ней. Затем, когда Эмбер добилась его согласия на встречу, она написала Джастину, что одолжила машину и скоро заедет за ним. Примерно через полчаса Эмбер написала, что ждет его поблизости. Джастин вышел из дома, но так и не смог ее найти и снова отправился в дом. В конце концов, Эмбер написала, что заблудилась и не может его найти. Следом Эмбер написала, что если ты правда этого хочешь, то она пришлет за ним такси со своим знакомым водителем по имени Чет. Незадолго до трех часов ночи, Джастин снова выскользнул из дома и стал ждать такси с водителем по имени Чет. В тот момент он не чувствовал опасности, он просто собирался сесть в такси и поехать на встречу с девушкой. Через четыре часа, после того, как он получил первое СМС от Эмбер, Джастин сел в такси. Бригада криминалистов продолжала искать улики на месте преступления. У одного из полицейских был металлоискатель. Он обследовал участок и получил отчетливый сигнал. Это был ключ от машины. Он лежал в непосредственной близости от ботинка Джастина. Найденный ключ был от автомобиля такси, на котором работал Брайан Хорн. Ключ напрямую связал его с местом преступления. Сразу же после этой находки полицейские задержали Хорна в связи с убийством Джастина Блоксома. А в тот момент, когда следователи сообщили Хорну, что нашли ключ, он сразу же отказался сотрудничать и потребовал адвоката. Но полицейским нужно было найти еще одного человека, некую Эмбер. Но, как выяснилось, ключ к установлению ее личности уже был в руках полиции. Номер, с которого Эмбер переписывалась с Джастином, совпал с номером на найденной сим-карте, принадлежавшей Брайану Хорну. 31 марта 2010 года Брайану Хорну было предъявлено обвинение в убийстве второй степени. Пока Хорн был под арестом, детективы искали убедительные доказательства того, что Джастин находился в его машине. Был задействован второй эксперт. Ему предоставили все отпечатки с места преступления, дактилоскопическую карту и посмертный отпечаток. Второй эксперт смог подтвердить, что отпечаток с окна машины принадлежал Джастину. Это было свидетельством того, что Джастин был рядом с машиной. Отпечаток был снят с внешней стороны пассажирского окна. Благодаря доказательству похищения мальчика, обвинение против Хорна было переквалифицировано в убийство первой степени. На суде выяснилось, что Хорн узнал номер телефона Джастина Блоксома скачав список контактов из телефона подруги своей падчерицы. Тексты СМС свидетельствовали о том, что ему был прекрасно известен возраст Джастина. Присяжным хватило часа, чтобы вынести обвинительный приговор. В мае 2014 года он был приговорен к смертной казни. Брайан Хорн так и не рассказал, что же именно произошло той ночью. И полиции, и близким Джастина остается только строить догадки. Казалось, что в этом деле наконец-то поставили точку. Брайан Хорн сидел в камере смертников в тюрьме штата Луизиана в Анголе. Но осенью 2018 года произошло невероятное. Верховный суд штата Луизиана отменил его обвинительный и смертный приговор из-за прецедента, созданного другим заключенным-смертником. В обоих случаях подсудимые обвинили своих адвокатов в том, что те признали их вину перед присяжными без их одобрения. Из-за этого дело Хорна было отправлено на повторное судебное разбирательство. Комиссия по-прежнему заявляла, что доказательств достаточно, чтобы вновь признать Хорна виновным. В 2019 году большое жюри предъявило ему те же обвинения. Затем в 2021 году было возвращено заменяющее обвинительное заключение. Но закрытие судов во время пандемии и длительный период, когда Департамент исправительных учреждений приостанавливал транспортировку своих закамерников, вызвали паузу в незавершенном судебном разбирательстве Хорна. В 2021 году новый судья назначила дату повторного суда над Брайаном Хорном. Заседание состоится 19 июня 2023 года. Брайан Хорн был дважды судим за преступление против половой неприкосновенности. Отбыв срок в тюрьме штата Миссури в 2010 году, он смог устроиться водителем в такси. Через две недели после того, как его наняли, Хорн, представившись 15-летней девочкой, связался с Джастином Блоксом с помощью СМС-сообщений и назначил ему встречу. Хорн держал Джастина против его воли в машине, прежде чем убил и избавился от его тела. Судя по распечаткам с телефона Джастина, последнее сообщение он отправил 30 марта 2010 года в 3.15 ночи. Он написал незнакомке Эмбер о том, что машина такси заглохла. В этот момент наивный мальчик сидел в машине рядом со своим убийцей. И еще не знал, что это было последнее СМС в его жизни.